мы поехали в путешествие свадебное путешествие мы поехали в новосибирск так что у нас теперь будет новосибирский влог это его начало мы прибыли правда попа отваливается мы с родителями приехали в зоопарк после зоопарка поедем в отель мы пришли в обед поэтому все спят это мы с ромой дом вверх дном золотистый таки у него там на жизнь это мячик сыграть все мы походили по зоопарку но очень классно такой большой интересный ну не зря он такой один из лучших наверно зоопарка в россии вот сейчас поедем заедем мама просила хочет на магазин заехать в торговый центр съездим и в гостиницу сообщить а ничего просто устала уже итак первый вход подушку надо вырезать квартирка однушка да неплохо кухонька есть чайнички есть посуды вроде все есть вещи на место то скажешь вещи как вентиляция мы заехали мы добрались мы приехали с любимой на господа это балкон двадцать второго этажа я сейчас обкакаюсь мне очень страшно не боюсь высоты печь какая классная зона вот любимая мимо повернись очень 23 этаж а в восторге прикольное место класс осталось дождаться темноты нам осталось тусоваться в этом красивом месте всего пять минут девочки это было лучшее свидание в моей жизни такой щенка и каком-то фильме было представляете какой-то мелодраме вообще такое в кино видела самый лучший муж вечером уже прям потемнело прям знаете сюда надо ночью идти тут есть опция с десяти до двенадцати или даже двенадцати до двух ночи тут вообще должно быть супер классно но единственное что мы не смогли на это время пойти потому что все было уже забронировано мы сегодня хотели сходить красота конечно же ничего не видно но мы гуляем по ночному новосибирску тут столько короче гонщиков они прям постоянно кто-нибудь угоняют мы уже второй день новосибирске и идем завтракать я побывал в кофейном раю там очень вкусно называется она blackwood кофе там не видно там надо с другой стороны смотреть короче blackwood кофе очень вкусный кофе правда готовят долго сырники да очень долго мы минут 25 ждали наверное но кофе вообще прям полдежная и с сырниками мы вообще объелись я просто объяснила 4 сырника но я объелась и было очень вкусно вкусно мы сегодня собрались в зайцовский парк там снимем напрокат велосипеда покатаемся должно быть такое знаете типа место где можно отдохнуть в лесу вроде там классно судя по фоткам мы куда-то спускаемся в общем мы приехали в парк сняли велики напрокат и сейчас а в горку а ааааа на рукой любимая кое как забирается из громадина вот на парк джима побыстрее очень прям так тихо спокойно ты просто в лесу и на велике веревочный парк есть старом какой-то блин тут так классно вообще тут короче какая-то детская железная дорога вот она что ли то есть тут там можете на поиск кататься джаз дует видишь у меня нога не залазит нормально о для высоких очень велики есть детские такие велики мы решили поправить себя в роли футблогера какой сейчас будет обзор на том ямбар макс немножечко по-другому снимает просто снимем меню я бы не сказал что мы много чего закажем потому что мы не такие богатые как макс что я говорю промок собран он говорит неправду мы закажем много потому что я транжира ну прочего поняли это меню это самый интересный обзор не будет смотреть меню мы заказали потом яму с морепродуктами такая типа классика и по молочному коктейлю и напиток и суп у нас вышли практически 2 тысячи рублей на двоих процента тут прям нормальные такие я ничего не хочу короче порция вообще просто нереально сытная то есть и наедаешься пиком вот даже чуть-чуть не доели там уже наелись хорошо единственное что не понравилось это то что мы взяли с морепродуктами то есть там все подряд и кальмары мидии все такое и вот как-то кальмары и осьминог что-то было как-то не вкусно такое но просто выкинули из тарелки а все остальное было хорошо и как по мне самый такой вариант наверно яма с креветками брать креветки потому что просто отличная но стоило это где-то рублей 700 до на тарелку с креветками нет вот это ну да ну да ну не знаю ну сытно чеки не менее на такую и прикольные и тетрадь с белым шоколадом короче мы здесь кайфуем от отца потому что здесь вместо постоянной рекламы бесконечной такая просто просто музыка популярная музыка приятная популярная приятная спокойно вот эти переделки дурацкие популярных песен и в рекламу магазинов всех вообще раздражает только в четвертом магазине я устал обалденно большое здание науки наушечка библиотека мы пришли в порт, пришли с Галилео не знаю какая-то научная фигня и тут в короче есть какой-то лабиринт в котором можно заблудиться и у нас есть на билетике по номеру телефона по номеру спасения если мы заблудимся нам нужно будет позвонить на снайбург да мы взломали эту систему берись тут типа надо взяться двумя, ну как двум людям за ручки да, двум людям за ручки и дальше замкнуть цепь подславшийся вверх и дальше за другую ручку прикольно, так много всякой всячины ну мы что-нибудь поснимаем, но мы все, наверное, показывать не будем так, момент, момент да, беда муж сосредоточенный пытается повторить мой успех а это вот здесь будет прогресс на бильярде, как я поняла о, лучший момент у тебя не падает дырочка рома пошел худеть, сейчас проверим девочки, за 150 рублей гадаю, любит вас ваш мужчина или не любит, смотри, у меня есть гадальный шар я ждала, значит, любит или не любит о чем вы мы вдвоем, наверное, хранимся смотрите, фокус pulso не получился нет, получилось нам объяснили, как это работает Вот так надо было делать Опа Ну ты вперед махаешь Ты с камерами снимаешь Вот Зачем я так махаю Вот здесь нужно наклониться И посмотреть замочную скважину Написано, что будет что-то очень интересное Там была моя баба Смотрите, можно писать Светом Смотрите, невидимая музыка Здесь можно сделать световую мозаику Я сделала цикл Странно Тут очень верно А вот оно круто Перевернутый дом Я посыпаюсь Теперь мы ходим по стенам Последний челлендж Ай, лабиринт, короче Ай Я заблудился Вроде бы сюда Вроде бы сюда И сюда И сюда, господи Я что-то заблудился Опять от меня убежала Ну да Помимо того, что мы прошли миллион шагов У нас еще закружилась голова безумно Потому что где лабиринты в господи Не, у меня нет лабиринта А вот то, что до него было Вот эта вот крутилка И до него А так все вместе Короче, у меня уже все Мы рекомендуем Хотя бы один раз сюда сходить Ну, прикольно Типа, ну, большинство опытов Многие интересные Многие основаны на Каких-то простой физике Но, тем не менее Это прикольно Это в обычной жизни не встречишь И, в принципе, недорого Мы вот пробовали Там, мы, наверное, часа два ходили То есть за два часа 550 рублей Это взрослый Ребенок чуть меньше С 350 Вот Мне кажется, мы прям долго так походили И было интересно Ну, на раз Не больше раза точно Наверное, на раз Мы купили билеты Чтобы покататься на теплоходе Девять часов Сейчас Без двадцати восемь В том числе есть немного времени Но мы уже никуда сильно не успеем Так что пойдем просто покушаем Вот в какой-то пивной ресторан Потому что Просто он рядом Пивной элитный ресторан Да, он просто рядом И там можно посидеть Отдохнуть И мы ходим весь день И уж нашагали Более двадцати тысяч шагов Точно Бирман Очень прикольное место Ну, очень-то вкусный ресторан Хорошо поели Ну, и по цене Ну, как в ресторане В принципе Ну, нормально Даже не шибко Прямо с дорогой А сейчас мы Скоро отправимся В этот Путешествие На Теплоходе А, что нам места хватило Одиннадцать часов вечера Мы вернулись в отель Покатались на теплоходе Ну, все было классно Все красиво, конечно же Только было прохладно немного Но это нормально Это я просто куртку не взяла Потому что мы утром вышли из отеля Ну, да ладно Потом сходили в магазин Купили чай Сейчас вот будем пить чай И еще один камень В сторону этого отеля В котором мы живем Мы с утра попросили На ресепшене Чтобы Чтобы нам принесли Туалетную бумагу Душевые принадлежности Это все закончилось То есть гель для душа Там вообще как бы Одноразовый Вот Мы уже его использовали Мы уже помылись Помылись И Нас везде не было в отеле Мы думали, что все принесут Саленького все будет Ну, пришли Ничего не было Никто не прибирается Никто ничего не принес Хотя мы прям попросили Это Павлова Мы уже третий день В Новосибирске Сегодня зашли Покушали В ту же кофейню Взяли Сэндвичи Вкусные Нормальные Прям объелись И немножко другие напитки Не знаю Я вот кофе взял Палата С белым шоколадом Мне больше, наверное, все-таки Лучше брать Какую-нибудь классику С кислинкой У меня такое больше привлекает Чем-чем сладкое Вот А-а-а Че еще? Еще мы сходили в кузину Попробовали Павловый десерт Так себе За 250 рублей Там бы там Массовый крем был Зачем? И сейчас мы пойдем Обозревать Книжные магазины Новосибирска Мы зашли в один книжный магазин Оказалось, что это просто Канцелярия И там, короче, ничего интересного Поэтому Увидели напротив галерею И решили зайти в галерею Тоже крупноторговый Центр Один из крупнейших И слышите? Музыка Нет рекламы Опять нет рекламы Вау Любима выбирает себя бижутерию А я вот сижу тут Под деревцем И кайфую Сейчас были в прикольном магазине Типа сувениры для Сибирской сувениры Всякие разные Там и Что-то искусности И мед Вот это Брелки Всякие Значки Купили подарки родителям Купили котика Не знаю, с какого материала Купили папе там Подарки Несколько сладостей А потом покажем Поскольку у нас нету В городе золотого яблока Это типа как литва Или вот это все прочее Мы решили сюда Сойти Представляете, здесь Агрокотники до сих пор ходят в масках Антон, это для тебя Делфи Скиль 92 Вот, мы взяли по итогу Три книги Обошлись 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 Они нам 700 рублей И Рома ругается Что я взял Попинную дочь Что они самые дорогие С 350 рублей Но вы не понимаете Это для фанатов Очень важно Я очень такое Хочу Я дурная Просто А им бы ты и Рома Дай какие-то Взял книги Какие-то непонятные Для умных людей Не для меня А я знаю почему Но мне очень смешно А мы с любимой Пришли посидеть В Синабоне Ура Наверное, что это вкусно Я в метро первый раз А, пищеблог Уже забыла Ты рассказывай А, ты снимаешь А могу и я Рассказать Мы сходили в книжный Потратили миллион 500 миллионов Моих денег Незапланированных трат Вот Ну, книжки классные Я купила себе Четыре книги Магазин там классно Прикольно То есть Новосибирская сеть Несколько филиалов есть Ну, интереснее То есть Никак читай город И прям Мне было интересно Посмотреть, побродить Много классных книг там было И букинистика там была Ну, ты что, не полезешь? Нет Это вход Это же вход И это только Но еще мы еще Мы пришли в ресторан, называется Puppen House. Один из лучших ресторанов Новосибирска. Блин, ну такая прикольная атмосфера, то есть везде куклы всякие разные, восковые, интересно посмотреть. Они не восковые. Ну какие, я не знаю, ну куклы-то куклы. Ну Puppen House это с немецкого кукольный дом, это вот как музей идет, это еще музей-ресторан, что-то по-оттого. А мы немножечко так поснимаем, буквально несколько кадров сделаем. Потому что мы к этим есть. Все снимать мы явно здесь не будем. Субтитры делал DimaTorzok Мясо, карабас с авокадо и золотом. Нам принесли чай, я забыла с чем он там, с миллионом каких-то ягод, ну что-то на мёд и варенье. Мы с любимой покушали в панхаусе. Это бомба. Это было очень вкусно и красиво. Да, блюдо вообще нереальное. Ну конечно там дорого, то есть это прям ресторан-ресторан. Ну это того стоит, наверное, в такие места ходить. Самолет летит. Мы попробовали там краба, то есть, ну такой есть прям специфичный для нас блюд, потому что мы до этого не ели такого ничего подобного. Ну и заказали себе пасту. Ну даже паста вроде бы, да, знакомое блюдо, но это настолько вкусно, вообще просто невероятно. И сейчас пришли погулять на набережную, покатаемся на колесе обозрения, заснимем оттуда вида и отправимся, наверное, домой в метро. Смотрите, мужик в воде. Мы на колесе. Знаете, мы еще внизу. Да, в багаж, да. А я уже неплохо. Я схакуюсь, когда мы будем наверху. Здесь есть кондиционер. Да, тут даже есть. Жалко нету это. Кондиционер. Открытых окон, жалко нету, все закрыто. Я бы выглядывала. Я считаю, что мой сердце скоро остановится. Класс. Вот, не про тебя. Коси вопрос. Высокол. Мне нравится. Это еще не конец, а только, типа, треть. Ну, не, не треть. Не, не треть, уже скоро. Ну, почти через две кабинки. На самой верхушке, да. Вот это просто фейерверки. Вот, мы почти наверху. Я чувствую, я, короче, встал. Я боюсь со страхами. Меня шатает. Все, все, у меня снова будет наверху. О, там тоже красиво. Прикольно, когда машина ездит. Вывод один. Сюда надо идти точно вечером. И закат. Я не представляю, а как, но мы просто вообще без очереди. Представляете, какая-то толпень. Там еще наверху. Там еще наверху стоят люди. Наши вчерашние покупки. Вот это вот шкатулка-диван. Это сувениры, я вам показываю, которые мы взяли в подарок. Это что-то такое-то... Что это? Ну, да, это Джон Мохито, и он, типа, еще с Ромом. Это какая-то халва с грецким орехом, магнитик красивый. Мы там, кстати, видели в том магазине такое же с медведем. Я хотела его взять, а у него было написано «Сибирск», «Беска». Это был брак. Поэтому я его зовут. И вот такого котика милого. Еще я купила себе вчера вот такие вот сережки. За 59 рублей весь этот комплект. И купила в золотом яблоке. Масочки. Ну, тут разные просто тканевые маски. А вот это вот еще будет пузыриться. Ну, я бы, такие знамя, как это уже была. И вот это вот патч. Еще вчера накупили книгу в Букинисте. Я, конечно, понимаю, что это бред. Мне было надо. И в магазине «Капитал» купили вот эти вот книжечки. Мы покушали в Синабак. Мы покушали в Синабоне. Смотрите, здесь можно воспользоваться духами. За 50 рублей один шип, а за 100 – два. Это большие резиновые шарики. Смотрите, светодиоды. Он светится в темноте. Ну, как все вот эти шарики. Есть же маленькие, а есть большие. Можно разрешают покупать? Мы нашли одну интересную бургерную. Она находится просто в какой-то... Я не знаю, как мы нашли этот вход. На его сложно найти. Но здесь, вроде бы, очень такое интересное место. Видите, какая у меня невероятно красивая жена. Это она не вся еще. И надо еще встать. Я потом покажу. Мы пришли в заведение, называется... Пардон Моэй Фрэнч. Да. И, ну, это в основном такое винное заведение. Мы не пьем. Я не знаю, почему мы сюда пришли. Но ладно. Мы заказали гребешка. Заказали здесь какие-то сыры. То есть оно сырное заведение. И вот винное. Ну, логично. Такая-то основа. Это смородина сорбет и хлебное мороженое. Супер. Видите? Значит, что я... Как раз? Ну, короче, я его санковый. Одноразовый. Да. Ну, я просто не знаю, у меня в ленте есть или нету. Есть, ну что-то. Огромная нерабочая икея. Вот. Дядька какой-то. Да, очень странная. Мы приехали в научный городок. И, знаете, тут такое ощущение, как будто ты где-то в лесу находишься. Потому что вот прям вот такие деревья, которые вот прям лесные, да? Я не знаю, как это называется. Как это называется? Деревья лесные. Сосны и ива. И береза. Сосны и ива. Ну, прям высокие такие. Вот это реально... Прикольное место. То есть прям... Лес. Да, лес, природа, все такое. Мне нравится тут. Вот идешь по большому парку. А еще очень странно. Мы на маршрутке ехали, как будто бы мы не в России, а в какой-то другой стране. Вообще мы ничего не поняли. Там надо было на маршрутку занимать очередь изначально. Оказывается, мы не знали. Мы пришли, там, после нас очередь какую-то занимают. Потом... Что потом? Да ничего потом. Все. Потом еще и плати там, бы заранее как-то сел. Любимая, не поверишь, так везде кроме Барнаул. Это странно. Пойдем скорее. Нет, это не странно. Это очень не так. Мам, это крапива. Это крапива. Это крапива, почему нет? Нет, не отражай. Я не пойду обратно по этой тропинке. Там мышь пробежала. Мы шли, там что-то зашуршало. Думаю, это сверчок. Это мышь настоящая. Она укусить меня хотела. Ой, мы, короче, подошли к НГУ. Сейчас снимем. Тут еще мыши есть. Это универ. Охренеть. Там даже фонтан есть. Пападу. Пипят. Пипят. Коми, собака. Ничего нету. Пухой человек. Это она пищала, а не птица. Угу, она быстрая. Оп. Физик. Блин, яд. У них там шкурки от семечек лежат. У них наружу все съели семечек. Белочный влог. Знаете, в старости мы переедем в подобное место жить. Да. Деревня? Нет. Не деревня. Тут и цивилизация, и лес, и... Ну, само то вот. Просто гулять. Не знаю. Тут и заняться есть чем. И кафе, и рестораны. Пожалуйста. Все как бы есть. Но, тем не менее, ты в основном масть в таком лесу живешь. И мыши в лесу есть. Да. Это здание технопарка. Я понятия не имею, что значит технопарк. Я увидел это только в Дубольгисе, такую штуку. Она красивая. Здесь можно бедникой поуправлять. За 100 рублей всего. Мы зашли в какой-то магазин в Славянской... Ну, нельзя, в Славянской кухне. Ну, типа, бакет нет, в Славянской кухне. Мы побывали на чайной церемонии. В Новосибирске есть организация, называется Ча Жень. И они организуют... У них несколько точек. Две пока что. И они организуют чайные чаепития. Ну, и чай продают. То есть не... Ну, как, не пакетированный обычно, да, а вот китайский именно чай. Было прям очень атмосферно, очень интересно. Мы впервые побывали на таком мероприятии. Вот, в общем-то, очень нам понравилось. Мы выпили невероятное количество чая. Всякого разного. То есть там была отчаянная дегустация сортов габы новых. Я не знаю, сколько мы... Чаев 6, наверное, выпили. Причем, как бы вот... Ну, чай заваривается, его проливают. И несколько раз, разы по 4 мы пили каждый чай. Ну, там такие пиалочки небольшие. То есть не... Не прям со стакана, да, но... Небольшие, но очень много как-то его было. Да, ну, соответственно, я там закупился чаем. Буду пробовать, буду пытаться его заварить. Потому что это, скажем так, свое искусство. И... Ну, было еще интересно то, что вот человек, который это все организует, он про это все очень много знает, рассказывает про вот эти чаи, рассказывает про какие-то новости, еще про что-то. Интересно, интересно. Комментарии? Советуем. Да, советуем. Советуем сходить, если будете в Новосибирске. Санка. Санвич. Супер. Молчика. Да, ну, вот. Вот.